Недельная глава, короткая, но есть достаточно много интересных заповедей в нашей главе. Я вам скажу, что вы придете в землю, что я вам даю, чтобы в земле отдохнула отдых перед Богом. Шесть лет засевай твое поле, шесть лет обрезай твой виноградник. Обрезать розы виноградника – это одна из центральных работ с виноградником. Вы оставьте твой сок и будешь собирать ее урожай. То есть ты можешь делать из хозяйственной работы и ты хозяин плодов, соберешь ее плоды. Увашону ашвеица в седьмой год, шаба шабос и ньелорес – будет полный отдых для земли. Шабос родиной – отдых во имя Бога. Сот хо гэй сизро – поле не засевай. В хармахо гэй сизмер – а виноградник не обрезай. Из фиах цирхо – то, что само выросло, гэй сикцер – не жинай. Весин вей незерехо – и виноград, виноградника, который ты отдалил других от того, чтобы они туда вошли и брали плоды, гэй сивцер – не собирай. Ты не хозяин. То, что выросло само, ты не хозяин. Шна шабос и ньелорес – будет год отдыха для земли. Но что же с плодами? Плоды можно есть, но ты не хозяин. Войсо шабос и ньелорес – будут плоды субботы земли, гхэм грохо, вам есть, но для всех в равной мере. Гхэм грохо тебе, гхэм грохо вага мосэхо и рабу и рабыне. Гхэм грохо сэй шабхо – наемному работнику и поселенцу, а гори мимо, который живет с тобой. То есть, ты имеешь право пользоваться плодами наравне со всеми другими. Соседями и не соседями. И даже в львэм тхо скоту, в раха ю ашаба арцехо – зверю, который в твоей земле – ты ехал тву осо. Будут все ее плоды гхэл есть. Плоды для всех. Митсва интересная и непростая, а выполнить ее на практике. Дух ее в чем-то похож духу субботы. Как шесть дней работай, седьмой отдыхай во имя Бога, так и шесть лет обрабатывай землю, а седьмой не обрабатывай. Но есть в этом еще, еще одна, в этом это похоже на субботу. Но есть в этом еще одна важная сторона. Тут написано, когда вы войдете в землю, что я вам даю. То есть, Бог дает вам эту землю. Вы должны понять, ощутить и вести себя так, с полным пониманием, что настоящий хозяин земли – это Бог. А вы тут арендари. Когда хозяин говорит обрабатывать, вы обрабатываете. Когда он говорит, не обрабатывать – нет. И эта митсва в этом, это декорация, заявление действием, что по настоящим хозяином земли является Бог. В настоящее время тут в земле Израиля тоже есть мета. И это заповедь, которая не так просто соблюдать для земледельца. А в те годы, пока евреи тут жили, вошли в страну, все евреи были земледельцами. А вообще эта митсва очень непростая. Представьте себе, если кто-то не получает зарплату в течение трех месяцев. Как он чувствует, ощущает себя и как он живет. Вы знаете. А тут, когда человек не сеет, который обычно сеет злаковые или овощи. А в течение, а в год шмейта он не засевает. А как говорят, не посеешь, не пожнешь. То он сознательно лишает себя прибыли на целый год. Непростая заповедь. Но мы дальше увидим, что насколько заповедь непростая, то браха Бога тоже необычная. Это правило. Бог относится с человеком, как и человек относится к Богу. Чем больше самоотверженность, как евреи к митсвуот, тем больше браха. В шмитее есть особая самоотверженность, есть особая браха. Почитаю себе семь лет отдыха. Семь лет семь раз. Будет у тебя иметь годы этих семилетних лет. Ты еще в обоих шону? Сорок девять лет. Семь раз проходит по семилетке. И седьмой год, это год шмита. Так сорок девять лет. В арто шефа артро. Проведи трубление из рога в Ахиддеш Ашмии, в седьмом месяце. Седьмой месяц это тишей. Беоцер Гахиддеш. Десятый день месяца в Йема Кипури. В Йем Кипур. Проводите трубление из рога во всей вашей стране. То есть, 50-й год была митцва трубить в рог в Йем Кипур. Вы кидаштем, осветите. Ишна Сахамишим шона, 50-й год. Укростем дрыр. Объявите свободу бороть в стране. Хоу Гешвел для всех ее жителей. Йевиллит и Йелохэм это явил будет вам. Вы шафтем вернетесь. Ишла хузосы. Каждому своему наследственному уделу. Вы еще умеешь пахты, то шубу. И человек в своей семье вернетесь. То есть так. Дальше в нашей же главе написано, что в земле Израиля, как поделили землю, если кто-то продал свой участок земли, то это была только временная продажа до Йовэла. А в Йовэл каждый возвращается земле обратно. Человек возвращается к своему уделу. А человек к своей семье возвращается, что если кто-то был продан в рабство, еврей, то в Йовэл он возвращается к своей семье. Он выходит из рабства. Йовэлы это Йовэл. Шнадцатах амишим шона, пятидесятый год. Ти Йелохэм будет вам. Гэйси зру. Не засыпайте. Гэйси церуэ эсфихэо. Не женайте то, что выросло само. Гэйси церуэ эсфихэо. Не собирайте виноград от виноградника, чтобы вы закрыли пользование им, брать плоды другим. То есть в Йовэл те же законы, как и в Шмиту. Не засыпайте, ты не хозяин над урожаем. Ки Йовэлы это Йовэл. Кол кейдэш ти Йовэм будет святой вам. Мина соды с поля. Тихуе стволосо. Будете есть её урожай. Бишнаса не было здесь. В этот год Йовэл. То шуба вы вернётесь. Ишла хузосы. Каждый к своему наследственному делу. А не лома вина. Арбаим Витэша, Сната Арбаим Витэша, Шмита. Правильно. 1949 год Шмита, а потом 1950 Йовэл. То есть два года подряд не обрабатывают землю. Два года подряд. Не просто. Дальше идёт закон. Следующий. Это закон актуален для каждого в его деловых операциях. Если ты продашь какой-то предмет твоему товарищу, или купишь от руки товарища, не обманывайте один другого. То есть продавцу нельзя обманывать покупателя, а покупателю нельзя обманывать продавца. Тут речь идёт об обмане в цене. Если человек не знает рыночную цену предмета, обманывать, так его нельзя обманывать в цене. Теперь он говорит насчёт продажи земли. Продажи земли, как мы уже говорили, земля же возвращается в Йовэл к своему прошлому хозяину. Так если так, любая продажа превращается во временную продажу до Йовэлы. Так, в последние годы, в последние годы, по количеству лет, после Йовэл, купишь твоего товарища, в последние годы, по количеству урожайных лет, он это продает. в Фиреи в Ашоне больше лет, в Тарбе Микносы. Так цена будет больше, в Фиреи в Ашоне меньше лет, там Микносы, меньше цена. Он продаёт тебе количество урожая. Он не продаёт тебе землю полностью, он продаёт тебе количество урожая. Это может быть 10 лет, может быть 15, максимум это может быть на 49 лет. То есть, если один из них не знает, сколько лет до Йовэлла, то нельзя его обманываться. Надо сказать, что ты будешь иметь право пользоваться землей столько-то лет. И соответственно этому цена продажи. Не обижайте один другого. Бойся твоего Бога, потому что я Бог ваш Бог. О чём идёт речь? Так Гемораном говорит, третье идёт здесь, в этом предложении, не обижайте один другого словами. Предыдущее было написано, не обижайте денежно, а тут не обижайте словами. Не говорите другому слово, которое может его обидеть. хотя это и чистая правда. Предположим, Кемора приводит такой пример, у кого-то неприятности. Он говорит, ну, определённо у тебя есть грехи, из-за этого приходят у тебя неприятности. Может быть, это может быть и правдой, но нельзя другого обижать. Если да, говори в таком, в такой форме, что это его не обидело. Или представим себе, кто-то нарушал законы, и он не кошерное. Потом он вернулся, всё соблюдает, сказать ему, скажи, скажи мне, а свинина была вкусная и жирная? Он его обижает. Хотя это и правда. Сейчас же он этого не делает. Это заповедь очень актуальная. между друзьями, знакомыми, незнакомыми, между мужем и женой и так далее. Сказать другому слово, которое может его обидеть, нельзя. Даже если это и правда. Но для этого надо видеть другого и ощущать другого, что может его обидеть. Сефер Сидим пишет, что в доме повешенного не говорят о верёвке. Рассказывает, что на похоронах своей жены, после нескольких тёплых слов, что он сказал, принято просить прощения. Он сказал, я думаю, что мне не за что просить прощения. То есть, после 50 лет совместной жизни, он чувствовал себя спокойно и уверенно, что он её словом не обидел. Потом, на какой-то случай он вспомнил, и да попросил. И, впрочем, он вообще не боялся просить прощения. Я встретил людей, что там он того сказал, просил прощения. Но просто он был осторожен и аккуратен. Его спросили, а вы что, считали то же самое во всём? Он говорит, конечно, нет. Но говорили так, чтобы не обижать один другого. не было. Вася семи с ху-кэйсайи вы смешпортаете шмыру вася семи сом, соблюдайте мои законы ху-кэйн. Это законы, которые которые мы человеческий разум не понимаем, а мы спотим, которые мы да понимаем. Неatin шмыру вася семи сом делаете. Будете сидеть на земле спокойно. Кто-то нам пишет, что приводит к тому, чтобы мы жили на земле спокойно, соблюдать заповеди. Но, по-видимому, это предложение говорит в первую очередь про соблюдение заповеди Шмидты. Ведь это же в этой теме написано. Выносно орыц вперёд! Земля даст свои плоды. Вахал темро саива будете есть досыта. Вишав темро вето хорео будете сидеть спокойно на ней. Это то, что сейчас не хватает. И дай Бог, чтобы это было. И мы читаем, что для этого нужно, чтобы было соблюдение заповеди. А если вы скажете, что мы будем есть в седьмой год? А мы же не будем засевать. И не будем собирать наш урожай. Я пошлю моё благословление вам. В шестом году. В шестом году будет урожай на три года. Узратым посеете из ошона ашмини, в восьмой год. Вахал таминатвуй, ёшин, будете есть из урожая старого. Ада шона ашмини, до девятого года, отбейтвоса, пока придёт её урожай, тыху ёшин, будете есть старое. То есть урожай восьмого оставляют, пока он высохнет. Магазьба, вейни и так далее. Так вы не должны будете торопиться, а быстрее вносить в амбары. Вам будет хватать спокойно до девятого года от урожая шестого. Это Тора говорит, что Бог пошлёт свою браху. Почему таки именно за соблюдение Шмиты написано в Торе такое обещание? Потому что соблюдать эту заповедь Шмиты совсем непросто. Это же всё пропитание человека, я говорю, естественным путём, его старания. Было земледелие, а целый год не обрабатывают землю. Это большая самоотверженность. Чем больше самоотверженность для выполнения заповедей Торы, тем больше помощи от Бога. Это говорит тут про Шмиту, но это и в нашей жизни тоже. Если человеку какое-то выполнение заповедей даётся нелегко, чтобы он знал, что и помощь Бога, и богословление за это тоже особое. Но в нашей главе можно задать интересные вопросы. Мы знаем, что из того, что пишется в Торе, из «да» мы учим на «нет», а из «нет» на «да». Мы читаем в Торе так, да, почитаем ещё раз это предложение. А если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, ведь мы не будем засевать, не будем собирать урожай, я пошлю вам богословление в шестой год. Если вы скажете, то есть если вы скажете, я пошлю богословление, ну а если вы не скажете, не пошлю, я просто читаю, что написано. Ага, вопрос. Выходит так, есть две группы евроев, и слава Богу, обе группы хорошие и достойные евреи. Обе группы соблюдают заповедь Шмиты по всем правилам. И эти соблюдают как надо, и эта группа соблюдает как надо, и эта соблюдает как надо. Но одна группа соблюдает, она не беспокойна. Она скажет, а что я буду есть в седьмой год? А другая группа соблюдает и ничего не спрашивает. Бог велел, Бог поможет, я не беспокоюсь. Если читать так, выходит, что та группа, которая спрашивает, я пошлю брохов, а та группа, которая не спрашивает, я не пошлю, а? Ну, как вы думаете, это логично или нет? Та группа, которая соблюдает и спрашивает, полагается ей броха, конечно. Но та, которая соблюдает и даже не спрашивает, не полагается ей броха. Как вы думаете? Еще больше. Так интересно, Сфурну, Раби Вази Сфурну, говорит на это очень интересное объяснение. Он говорит так. Он пишет кратко, я скажу это подробнее. Броха придет и на тех, и на тех. Но вопрос в какой форме. Броха может идти разными путями. Если вы ничего не будете спрашивать и будете спокойны, я пошлю вам броху, качественную. Будет тоже количество зерна, но оно будет хорошим и питательным. Как написано у наших мудрецов, он ест немножко, и это хорошо впитывается и принимается организмом. Будет тоже количество зерна, и будет хватать на три года. На три неполных года. Часть шестого, седьмой и часть восьмого. Будет хватать. То есть, количество зерна будет тоже. Или, может, немножко больше. Или даже тоже. Но качественно оно будет особым. И будет броха в том, что будет достаточно. Если же вы не будете спокойны с этим, И качественная броха вас не удовлетворит. Я пошлю количественную броху. Боет зерна. Боет в три раза больше. Скажите, какая броха лучше? Качественная или количественная? Что вы думаете? Конечно, качественная. Во-первых, меньше труда. Так нужно строить новые добавочные амбары. Нужно обрабатывать, жинать. И обрабатывать два-три раза больше зерна. Могоцить. И все сельскохозяйственные работы. И амбары в два раза больше. Да и для организма зачастую меньше перерабатывать тоже полезнее. Со всех сторон это хорошо. Так, сфорно говорить так. Броха, конечно, будет. А какая? Это зависит от вас. Если не будете спрашивать, И будете спокойны. Качественная броха. А если будете спрашивать, Количественная. Вот видите, в нашей жизни тоже бывают подобные, Разные богословления. Может быть, что у кого-то зарплата больше. А у другого зарплата не такая большая. Но побочных расходов тоже нет. Это броха может идти разными путями. Дальше. Чтобы не было продано окончательно. Земля Израиля. Нельзя, что она была продана окончательно. Потому что земля моя. Она Бога. Пришельцы и поселенцы. А ты мой модный. Вы со мной. То есть, Бог говорит. Земле Израиля. То, что поделили, когда вошли в страну. Нельзя продавать окончательно. Нельзя. В год ее вывела, должно все вернуться. Земля моя. Вы тут только ориентари. А вообще-то само выражение, что вы со мной только пришельцы, а земля моя. В духовном отношении можно перенести и на другие стороны жизни. В действительности. Все, что мы имеем, это подарок от Бога. Наши организмы, наши силы, денежные средства. Все, что мы имеем, это подарок от Бога. Человек может дать, скажем, деньги на знаку. То, что у него нет. Нет. Что он дает? Нет. То, что Бог ему уже дал. Если человек действительно будет ощущать, что по-настоящему все принадлежит Богу, если он что-то делает для Бога своим телом, своими деньгами, своей энергией, он дает Богу из того, что Бог ему подарил. У них будет совсем другое отношение. Он не будет чувствовать, что ему должны за то, что он делает и так далее. И он делает великие дела. То, что он делает великие дела, это правда. Каждый, что делает митцву, это великое дело. Но надо понять, что все, что мы делаем, это из тех сил, из тех возможностей, из тех средств, которым Бог нас одарил. Кроме того, когда человек так ощущает, он чувствует приятно все, что у него хорошо, а то, что у него не хватает, ну, он получил в чем-то меньше подарок. Совсем другое ощущение, который чувствует, что все, что у нас есть, подарок от Бога. Я слышал про одного еврея, я его даже знал тоже. В возрасте совсем молодом, около 20 лет, в Гражданскую войну. Там же все время были перестрелки между бандами. То есть не перестрелок, что прощение. Одна банда захватывала другой во время Гражданской войны. Так он был солдатом. И какая-то банда захватила их и поставила их к стенке. И в последний момент его оставили. Потом приехал в Израиль, построил семью и так далее. Внук рассказывает. Дедушка в возрасте старше 80-ти. И был очень болен и слаб и так далее. Прашивает, дедушка, как ты себя чувствуешь? Что я могу говорить? Я получил от Бога 62 года подарок. Что я могу говорить? Все мои годы это подарок. Во всей земли. Вашего наследства. Выкуп давайте земли. Что можно выкупать. Теперь Торев пишет интересный закон. Ки-е-мухо-хихо. Твой брат обеднел. У-мохар-ми-аху-зосы. Он продал часть от своего наследственного удела. У-во-го-аго. Придет его родственник. А-корей-вело близко к нему. Слово Гоэл буквально кто выкупает. Его Гоэл, кто может выкупить. А-корей-вело близко к нему. Его выкупит из мим кар-охи. Продажа за его брата. То есть. Кто-то продал свое поле из-за бедности. Так его родственник имеет право. Принести деньги. И выкупит это поле. Интересно. Тора учит на своей форме. Как надо себя вести. Во-первых. Тогда же было. Что земельный участок был источником дохода. Человек засевал. Сажал. И от этого он жил. Чтобы человек не продавал свой земельный участок. Говорят нам мудрецы. Только если он обеднеет. Просто так. Не продавай. Это же источник твоего пропитания. И даже если ты продаешь. Ты вынужден продать. Написано. Он продал часть своего участка. Не продавай все. Продавай сколько тебе необходимо. Часть. По закону. Человек может все продать. Но тоже пишет. Как человек должен себя вести. Беишки. Ле-е-ле-ге. Человек. Которого не будет избавителя. То есть родственник. Который выкупит. Родственник выкупит. Как бы для него. Или для себя. Я не поняла. Смотрите. Родственник выкупает. И получает свое пользование. А для того кто продал. Ему приятнее. Что это. Что это находится в руках родственника. А не чужого. Беишки. Ле-е-ле-ге. У человека не будет кто чтобы выкупил. Веистиг у йода. И рука его достигла. У моца нашел. Кде-гру-росы. Достаточно для выкупа. Он сам. Не было родственника. Который хотели выкупить. Он сам. Достал деньги. В яхи же вешны мемкоры. Посчитает годы продажи. В яхи же вешны мемкоры. Вернет остаток луиша шамоха лэй. Человеку которым. Которому он продал. Мышо возвращается. Лахузос. И свой наследственный удел. То есть. Давайте скажем так. Он кто-то продал. За 15 тысяч. Свой участок земли. А было лет до Явэла 15 лет. Через 5 лет он нашел деньги. Он приходит ему говорить так. За 15 лет. Это стоит сколько? 15 тысяч. А сколько стоит за год? Тысяча. 5 лет ты пользовался. 15 минус 5. Остается 10. На тебе 10 тысяч. И тот не имеет права отказываться. Он обязан принять эти деньги. И вернуть поле. В эмоции Йода не нашла его рука. Дэй ошевлы. Достаточно вернуть ему. В эмоции Йода не нашла его рука. Дэй ошевлы. В юбилей. В юбилейный год 50-го. В Йодсаба-Ей был. В эшов. Он возвращается. Аху Зоси. К своему наследственному делу. Значит, если он не выкупил. то остается у него до Йодсаба-Ей. До Йодсаба-Ей. А в Йодсаба-Ей возвращается. Смысл этого закона можно понять так. Что Бог не хотел, чтобы в земле Израиля было, чтобы кто-то у него не будет на кусок хлеба. Так сначала каждый получил свой кусок земли на средственный удел. Но бывает же человек, кто-то может обеднеет, кто-то может озвогатеть. Так может получиться, что кто-то перекупит, у него будет много земли. А вот кто-то останется без куска земли. Так тоже установило правила. Что все продажи могут быть только до года ее было. А потом все возвращается. Человек продаст место проживания в городе, окруженном крепостью. Его из его голоса будет выкуп от 16-го года до конца года продажи. Ем им год, те голоса будут его выкуп. Это, смотрите, в городе, окруженном крепостью, это город, это место проживание, дом. Так дом, он имеет право выкупить до окончания года. Принести деньги, положить на стол, и дом возвращается к нему. Это не выходит в год юбил. Не выходит в юбилейный год. Значит, до года он может выкупить, а потом это уже полностью переходит во владение покупателя. Уботы Ахацери, а дома в открытых городах, ашар Эйнлаем Хеймо Собив, нет у них крепости вокруг. Аузды Орыц Ехошев, это считается как поле земли. Гу-О-Терри, если выкуп у него будет, то есть он можно выкупить. И у вас есть яйца. А в юбилейный год выходит, если он не выкупил, юбилейный год выходит. Рамбан объясняет так, что дома в городе, не окруженном крепостью, это как бы для обслуживания полей. А дома в городе окруженном крепостью, это дом. А теперь он переходит насчет законов левитов. Бо-Ры-Ал-Вим, города левитов. Бо-Те-Ры-А-Хузосом. Дома городов их наследства. Гу-Гас-Илом-Те-Ял-Вим. Вечный выкуп будет у левитов. То есть, если это даже в городе окруженном крепостью, они могут всегда выкупать. А в чем смысл? Почему? Потому что все колена получили наследственный удел нормальный. А левиты не получили своего наследственного удела. Они только получили 48 городов для проживания. И поля за городом, на небольшом расстоянии от города. Поля и сады. То есть, получается, что у них то, что они получили наследственный удел, очень-очень мало. Поэтому они имеют право выкупать всегда. Ва-Ше-А-Ги-Гау-Мин-О-Вим. Кто выкупит от левитов, так вьется, выйдет мим карба из продажа дома в Ира-Хузосе. Город наследства ва-Ей-Во-Ве-Вэл. Почему? Дома городов левитов и Ахузосом. Это их наследство. Последовательно, Исраилов среди сынов в Израиле. Говоря другими словами, Тора как бы говорит, это их единственное наследство. И оно очень малое. Поэтому Тора установила, чтобы это не было, чтобы это не вышло от их рук. У сады и мигра шорэем, поле возле их городов, га-Им-Оха, чтобы не было продано. Акатись окончательно. Кя-Хузас июгом уго-гэм. Потому что это вечное наследство для них. Они имеют право выкупать. Если твой врат обеднеет, умоты йоды имох, рука его опустится с тобой, выказак тоби, укрепи его. Значит, укрепи. Помоги ему встать на ноги, чтобы он мог экономически существовать. Помоги ему найти источник пропитания. Гео-пришелец, воссейшо-поселенец. Вохай-Им-Ох, чтобы он мог жить с тобой. Раша говорит, пока человек еще не упал, можно ему легче помочь. А если он уже упал, то намного сложнее. Так, один человек, как то, что лежит на телеге, пока еще не упал, а ты можешь поддержать. Один человек может поддержать, что мне упало. А когда упало? Потому что много людей. То же самое и тут. Помоги ему, пока он еще не полностью упал. А ты как мне? Ты и нешах, вы сарбис. Не бери от него процентов. Тут есть два выражения на процент. Нешах, кусает. У того становится нехватка. А торбис, а у того, кто отдает это проценты, у него увеличивается. У этого, он как, у этого кусаны, а у того увеличивается. Это две стороны. Нешах и ваторбит. Вио-рейсо-мел-эхо, бойся Бога. Ви-хей-о-хихо-имох, чтобы твой брат жил с тобой. Эсказ-пэхо. Твои деньги, лысит на рыбенешах. Не давай внышах. Под проценты, уморбит на увеличение, лысит на хлехо. Не давай еду. То есть, может быть, проценты могут быть... И вопрос, как оценивать. Если кто-то дает тысячу монет, чтобы получить 1100 или 1010, а человек может дать, я даю тебе 20 мешков зерна, а ты мне, когда придет урожай, через полгода дай 21 мешка зерна таких. Он оценивает ему зерно. Так это процент, который тора запретил. Это процент, это актуальная заповедь. Они один-ой, ихем. Я Бог, ваш Бог. Аш-э-ц-э-ц-э-э-э-э-э-ц-мит-сро-him. Я привел вас из земли египетской. Хос-э-ц-хо-хэ-э-э-ц-э-э-ц-гнан. Дать вам землю Кнаан. И е-ц-хо-хэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-хим. Быть вам Богом. Я вам скажу, бывают разные актуальные случаи процентов Скажу простой пример Кому-то нужно срочно деньги, чтобы купить квартиру Он подходит к тете Мне срочно не хватает 100 тысяч Тетя говорит ему так, послушай Я могу тебе это одолжить Но у меня деньги на закрытом счету в банке И там прибавляется к этому какая-то сумма Я готова тебе дать Но то, что я потеряю, ты должен мне вернуть С человеческой стороны это вполне можно понять Но надо знать, что закон Торы это процент То, что банк тебе готов давать процент Давать прибавку Это твои отношения с банком А твои отношения с племянником Ты даешь ему столько-то и требуешь у него больше То, что некоторые делают Ну, давайте поговорим так Есть то, что называется ИСКА Бизнес Есть два человека У одного есть 300 тысяч Которые он может вложить в дело Или пусть будет 500 А есть другой человек, который готов этим бизнесом заниматься Так это называется ИСКА Обычно договор такой Я тебе даю 500 тысяч 250 Это на твоей ответственности На твоей полной ответственности Это я тебе одолживаю А 250 остается мое Ты имеешь какую-то ограниченную ответственность Потому что ты же за этим следишь Но если что-то произойдет Несчастный случай или что-то То ты ничего не должен за это платить Ты должен принести какое-то доказательство Что произошло Так Тот занимается бизнесом И они договариваются Что половина доходов Он ему платит И за то, что тот работает А этот нет Он ему тоже должен что-то заплатить Это То, что называется ИСКА Бизнес Впоследствии стали делать То, что называется ЭТО РИСКА Пишут подобный договор Что ты берешь и меня одалживаешь При условии Половина твоя Половина остается моим И за одну половину ты имеешь Полную ответственность За вторую Ограниченную ответственность Это то, что Более или менее Это в большинстве случаев Такова основа текста Это РИСК Разрешение РИСК Но так без этого Одалживать под проценты Даже если тот Находится в каком-то предприятии Из-за этого он теряет Это нельзя Отношение прибыли твоей с банком Это одно А отношение с племянником Это другое Это два разного договора Если они уж хотят Пусть мы с тобой напишем Такое соглашение Это РИСК А вообще-то Закон о процентах Это довольно актуальный Скажу вам Это по-видимому Не запрет Торы Но все-таки нельзя Кто-то приходит Покупать Холодильник Продобец ему говорит Смотри Если Если ты сразу платишь В день, что ты Получаешь холодильник То стоимость холодильника Три пятьсот Если Ты даешь Покупаешь карточкой С десятью оплатами Или там чеками То Платить десять оплат По триста семьдесят Это тоже Как процент Это не называется Процент По Торы Почему? Потому что Тут нету Вообще-то Он ему не отдал Он же покупает Но это Но это тоже нельзя Это тоже запрещено Есть магазины Которые вообще Не объявляют Сколько Сколько они хотят Если ты заплатишь сразу Когда ты получаешь Получаешь холодильник Они просто говорят Мы Мы продаем По десять оплат По триста семьдесят Карточкой Допустим Это нормально А вообще-то Законы процентов Очень актуальны В нашей реальной жизни Хорошо их Знать и выполнять Если твой брат Объеднеет с тобой В ним Он будет тебе продан Не работай с ним Рабскую работу То есть Тогда было Что были еврейские рабы Сейчас уже С конца Первого храма Уже нету Еврейского раба Но когда было Так Еврей мог Из-за бедности Продаться в рабство Так Хозяин Не имел права Его Его обязать Делать рабскую работу Например Я иду в баню Неси за мной Мое белье Зашнуровываю Зашнуровываю Мне бацинки Это Это унижающе Это работа Раба Которая унижает Но как Как наемный рабочий Как поселенец Он будет с тобой До года Он будет работать с тобой Он выйдет Он выйдет С тебя Он и его сыновья С ним Он вернется К своей семье К наследству Своих отцов Он вернется Видите Он работает До Евэра И тут написано Он вернется Он и его сыновья Значит он и его сыновья Он продался в рабство А сын не продался в рабство Но отсюда Здесь мы читаем Что кто покупает раба Обязан кормить его И его семью Кеаводай гейм Они мои рабы Ажиэцейси эйсам Я их вывел Мерас ми троим Из земли египетской Гейм охрумим керас овет Чтобы они не были проданы Как продают рабов Еврейский раб Запрещено Что он продавался Как продажа рабов Знаете Как есть продажа коней Так когда-то была продажа рабов Так и Еврейского раба Нельзя было так продавать Но просто сообщают Тут есть человек Который хочет продать сразу Но не поставить его На какое-то я не знаю Место продажи публичное И его приходят Может быть щупают И так далее Это запрещено Если вы и в форах И имеешь право Работать с ним Изнурительно Раша говорит Работа которая не нужна Почему Вот эти кирпичи лежат здесь Давай Переложи их туда А через два дня Он ему скажет Переложи их обратно Так это нельзя Так это нельзя Бойся твоего Бога А вот Твой раб и рабыня Будет у тебя Мейса геем От народа Ваши Вейсей хэм Который вокруг вас Меем тикну Эвет ве омо От них Можете покупать Раба и рабыня Они будут вам В наследство Мейс на хаутэм эйсом Передавайте их В наследство Ливнейхам ахарейхам Вашим сыновьям За вами Гораша сахуза Наследовать Как наследственный удел Гэйгом бэмтавэйдо Навсегда можете Ими работать Увахэйхэм Ваших братьев В неги строился На Израиле Иж бы охив Человек своим братом Гэйсирдэ бэйбэфорах Не работай с ним Изнурительно Раша приводит Прибавить Князь Относительно своего народа Угнетать Не имеет права И то же самое Царь своих Слуг Не Не Заставляй его Работать Изнурительно Прости то что надо Но не изнурительно А дальше идет закон Если еврей Продался в рабство Не еврею Мехисасик Когда настигнет Яд гэр в тысячах имах Рука Пришельца и поселенца с тобой Умоха хихо имэй А твой брат Обеднял с ним В ним Он был продан Гэр в тысячах имах Поселенца с тобой Или он продался Для храма идолов Для храма идолов Не чтобы он там служил Но чтобы он там Я знаю Подметал Помогал Даже так Еврей Который попал в такое положение Охренимка После продажи Он поступил неверно Он не должен был там Туда продаваться Но все-таки Охренимка После продажи Голодые Чтобы был у него выкуп Один из его братьев Должен его выкупить Эй дэй дэй Эй вен дэй 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 Или дядя Эй вен дэй дэй Или сын дядя Его гэну Пусть его выкупит Эй мишеп Сори родственники его Мими шпахцей Из его семьи Его гэну Пусть его выкупит Эй сиго йодэй Пусть Если его рука настигнет В него будет Выкуплен То есть Может он сам найдется У него деньги Он выкупится Вехийшевым кейнею Будет считать Тем, кто Продал его Мишнас и Мохрый лэй От года продажи Мишнас и Мохрый лэй Ачнас айеву До года Йобэла Мишнас и Мохрый лэй Будет деньги продажи Мими с Башоним По количеству лет Кимэй Сохер Как ненаемного рабочего И ее имя будет с ним И Мэй Драбэйс Башоним Много лет Трофием Соответственно им Йошип Гуросы Вернет выкуп Микеса Микносы И денег продажи Вимата Иси мала Ниша Башоним Осталось из лет Ачнас айеву До года я была Вехийшевый Посчитает ему Хефишонов По его годам По этим годам Йошип вернет С Гуросы Выкуп То есть так До Йобэла Было 10 лет И его продали За 10 тысяч То каждый год Тысяча Прошло 3 года На 3 тысячи Он отработал Сколько надо Дать Чтобы выкупить Семь Кисхир Как наемный Шоно Бешоно Каждый год Ее имя будет с ним Гэйердэн Бэфэрэх Чтобы он его не угнетал Изнурительно Гэйнэхо Перед твоими глазами Когда еврейский суд Видит Что его Его заставляет Работать Изнурительно Он должен ему Это не позволить А если он не будет Выкуплен этим Выйется Он выйдет Бешнас айеву Год йовэл Ху у вановый мэй Он и его сыновья с ним Значит он и сыновья Его с ним Как мы уже говорили А это говорит нам Что хозяин Который купил его Обязан Содержать Его жену И детей Теперь Тора Говорит Как На каком основании В год юбилей Он выходит Кирилл И строил авод им Для меня Сыны Израиля Рабы Аводай им Они мои рабы А шелецей сейсом Иерес Митроим Который вывел их Из земли египетской Мой документ Его дата раньше Они мои рабы Они один иной рейхом Я Бог ваш Бог Он купил Тогда А я Говорит Бог Я купил их Когда я вывел из Египта Дата моего документа раньше Поэтому мои права На них Сильнее И в год юбилей Он выходит Теперь Тут Тора обращается К тому Кто продан Не евреям Он видит Его хозяин Служит идолом Его хозяин Нарушает субботу И так далее Так ему хочется Вести себя Наподобие хозяина Тора говорит Нет Даже ты продан Не евреям И ты у него Не учись Не делайте вам Идолов У Фесу Вылет из вояния У Мацейбо Мацейбо Это из одного камня Где приносит жертву Не ставьте вам Камень Который покрывает Не давайте Вашей земле Кланяться на ней То есть нельзя Кланяться На камнях На земле Нельзя Такой запрет Почему Потому что И до поклонников Было так принято Кланяться на каменный пол Так Тора Это нам запретило Даже перед Богом Слава Богу Закончили И главу Интересно Мы читали Путь Путь который Можно сделать Для этого Это соблюдение Заповедей И особенно Это написано На счет Соблюдения Шмиды Когда Еврейский народ Соблюдает Шмиду Так Бог Продолжает Нам Дает нам Дальше Право Пользоваться Землей И это Как раз Причина Почему Еврейский народ Приводится Одна из причин И знания Еврейского народа Земли Израиля Первом храме Евреи были В Гауте 70 лет Соответственно Годам Шмиды И Йобел Которые Они не соблюдали То есть Нарушение Шмиды Это приводит К знаниям А соблюдение Приводит К укреплению Наших позиций На этой святой земле Почему Я понимаю Смысл Так То что я понимаю Смысл Очень простой Когда Мы соблюдаем Еврейский народ Соблюдает Шмиду Он этим заявляет Что по-настоящему Земля Принадлежит Богу А мы Только Орендари Когда Орендатор Знает Что есть Хозяин А он Только Орендар То Хозяин Земли Спокойно Продолжает Оренду Поэтому Когда Еврейский народ Соблюдает Шмиду Это Помогает Что мы Тут Жили И жили Спокойно Продолжает Соблюдать 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 Продолжение следует...